Всем привет! Меня зовут Маша, я живу в Париже и добро пожаловать в мое новое видео! На заднем фоне будут немножко такие опять звуки, потому что, как вы можете понять, наверное, по бэкграунду, я все еще в России, я снимаю это видео все еще здесь, но так как я снимаю опять на даче, там косят траву, в общем, такие дачные звуки, дачные могут быть помехи на плане звука на заднем фоне. Сегодня я решила продолжить такую, скажем так, серию видео, что ли, которые помогут вам, если вы собираетесь поехать в Париж, если вы в нем живете, ну и просто, может быть, будут вам интересны. Сегодня поговорим о том, как избежать каких-то проблемных ситуаций, каких-то неприятных ситуаций, как не попасть в просаг в Париже. Ну и начну я с самого, скажем так, начала, с прилета в Париж, то есть уже вот прям с аэропорта. Первый совет, который я дам, который поможет вам избежать неприятной ситуации, это имейте с собой как наличные, так и деньги на карточке, потому что некоторые туристы приезжают либо только с наличными деньгами, либо только с деньгами на карточке. На самом деле лучше имейте то и другое. Затем, чтобы не искать по всему аэропорту автоматы, в которых будут приниматься либо только наличные, либо только карты, либо и то и другое. Дело в том, что просто автоматы бывают разные, и поэтому, чтобы вам не бегать, не искать, не терять время, не волноваться. Кстати, буквально предыдущее видео, если вы его не смотрели, было про то, как сэкономить в Париже и там тоже все начинается именно с аэропорта, поэтому обязательно тоже заходите, если вы еще не смотрели и вам это было бы интересно, то ссылочка будет внизу или где-то здесь и заходите смотрите. А я продолжаю дальше про билеты, про метро следующий совет это не кладите билеты, билетики метро или билетики на электричку или еще куда-то билетики с такой магнитной полосой рядом с вашим телефоном или рядом с какими-то металлическими предметами дело в том, что в таком случае они очень часто размагничиваются и больше не будут работать. И здесь будет еще один маленький советик, не выбрасывайте такие билеты, которые у вас размагнитились то есть новые, не использованные, но которые почему-то не работают по той или иной причине, не выбрасывайте их дело в том, что вы их всегда сможете без проблем обменять, либо на стойке информации либо в кассе, так что да не выбрасывайте, не теряйте заряд деньги лучше обменяйте. Следующий совет это не выбрасывайте билеты на метро, на любой общественный транспорт, пока вы не выйдете из вот этого самого общественного транспорта. Дело в том, что часто бывают либо какие-то контрольные такие скажем так, турникеты, то есть вы не сможете выйти без билета, либо могут быть контролеры, которые прямо около выхода могут проверить билеты. Поэтому это не так как в московском ветро зашел, пикнул, выбросил и пошел дальше. Нет, не выбрасывайте, это поможет вам избежать неприятной ситуации с контролерами. Следующий совет, который поможет вам избежать таких тоже не очень приятных моментов это вопрос по тому, где селиться. Я вас очень прошу не селитесь в неблагополучных, скажем так, районах потому что да, конечно, это дешевле это привлекательно по цене и кажется, ну что там, всего-то каких-то 20 минут до центра или там 10 минут даже иногда до центра или вообще в самом центре, но поверьте мне, чтобы не бояться ходить по ночам, по вечерам в этом районе. Зачем? Не селитесь в нем. Вот, я вам советую избегать таких районов, как север Парижа, особенно пригороды. Мон-Мартр, все, что касается не, скажем так, верхушки Мон-Мартра, а подходом к Мон-Мартру. Вот, избегайте этих районов. Ну, не советую, нет, не то, чтобы там сильно опасно, криминально и все такое, очень страшно, нет. Ну, зачем? Потом, если вам, скажем, неприятно смотреть на клошаров, на лиц без определенного места жительства, то не селитесь рядом с вокзалами. Потом я не рекомендую селиться в районе Шатле, в районе Леаль. Следующий совет касается тех, кто собирается поехать с ребенком. И, в общем, я советую вам селиться где-нибудь в центре, где-нибудь поближе ко всем местам, которые вы собираетесь посетить, потому что в метро будет вам передвигаться очень и очень неудобно. Если у вас ребенок уже не подрос, то есть, да, если, в общем, вы планируете путешествовать с коляской, то селитесь где-нибудь там, где вам придется использовать метро и общественный транспорт по минимуму. Почему? Потому что он просто не приспособлен для людей с колясками или даже, например, для людей с ограниченными возможностями. В общем, очень-очень много лестниц. Да, встречаются лифты, но и эскалаторы, но это на самом деле не очень удобно. Я сейчас про эскалаторы, конечно. А лифты это очень-очень редкое явление и в основном в такой системе, которая называется ROR. То есть, это не совсем метро. И да, кстати, если у вас, например, огромные чемоданы, то здесь тоже самый совет. Как-то постарайтесь избежать метро или, ну, учитывайте тот факт, что вам придется таскать эти чемоданы по лестницам, которые иногда довольно-довольно большие. Следующий момент касается аллергиков и тех, кто не любит сигаретный дым. Если вы все это не переносите, то не садитесь обедать, завтракать или там, ужинать на террасах. Дело в том, что на террасах разрешено курить, и поэтому, учитывая парижские расстояния на террасах, это буквально люди сидят вплотную друг к другу. В общем, да, вы будете просто в облаке этого сигаретного дыма, поэтому, если вам это неприятно, то избегайте таких ситуаций. Следующий момент касается как раз вот ресторанов, кафе и всего такого. Официанты это не гарсоны. То есть, не подзывайте официанта вот так и словом гарсон. Да, конечно, там может быть в романах Льва Толстого или еще где-то использовалось это слово. Это действительно было такое слово, но оно очень старинное, скажем так, и современные официанты на него будут реагировать, я думаю, очень-очень-очень нерадужно, потому что оно такое уже звучит как-то немножко даже уничижительно. Поэтому, если вам нужен официант, то просто поднимите руку, не надо его там подзывать, как-то кричать или там просто обращаться к нему, особенно словом гарсон, не надо. Следующий момент это выучите хотя бы какой-то маленький набор, что ли, французских слов или возьмите с собой разговорник, может быть скачайте себе переводчик, в телефон что угодно, потому что да, у французов немножко проблема, скажем так, с языками мира. Конечно, конечно, они не будут говорить, скорее всего, на русском языке, с английским больше шансов, но тоже не всегда. В общем, поэтому лучше с собой иметь набор каких-то стандартных фраз, стандартных выражений, это может вам пригодиться, кто его знает. И, кстати, еще немножко про язык и все тот же ресторан. Не просите слово счет, пожалуйста, по-русски. Если вы вдруг не знаете, как сказать счет по-французски и по-английски, то заранее посмотрите, заранее выпишите себе куда-нибудь в блокнотик или в телефон, если вы, например, забывчивый, потому что слово счет по-французски, русское слово счет по-французски созвучно со словом сортир, то есть с французским словом, которое на русский так переводится. Поэтому это даже не туалет, я поэтому специально так сказала, специально вот оно обозначает именно такое немножко не совсем, скажем так, корректное что-ли слово. В общем, да. Следующие несколько пунктов будут связаны с такими самыми распространенными, что ли, преступными какими-то схемами в Париже. И начну я с очень распространенной ситуации. Это привязывание браслетиков, таких ниточек около Монмартр. Если вы собираетесь, например, посмотреть на базилику Сакра Кер или, ну, просто хотите погулять по Монмартр, что я вам, кстати, очень советую в дневное время, по возможности. Хотя, ну, на самом деле, на самом холме проблем не будет. Вот именно, как я уже говорила, проблема больше с подножием холма. Но да, если вы собираетесь на Монмартр, будьте осторожны. Очень часто подбегают просто к людям и завязывают ниточку на руку и потом такой браслетик, что ли, и потом отказываются ее снимать, пока вы не заплатите деньги. В общем, это такая довольно не очень приятная ситуация, мне кажется, особенно для туристов, которые, может быть, не понимают, что происходит. Конечно, с ними общаются там на каком-то ломаном французском английском. Поэтому, ну, в общем, сразу говорите нет-нет-нет и будьте, по возможности, осторожны и аккуратны. И раз уж я заговорила о каких-то туристических многолюдных местах, то, да, следующий момент будет банальным, но я не могу о нем не сказать. Следите за своими рюкзаками, за карманами. В метро постоянно проходит сообщение о том, что, например, в поезде едут карманники. То есть, возможно, у кого-то что-то украли, кто-то пожаловался. И для того, чтобы предупредить остальных пассажиров, вот делается такое объявление. В общем, будьте осторожны на всякий случай, потому что, действительно, ситуации бывают разные. Я действительно очень часто читаю или, скажем так, вижу в интернете, что у кого-то что-то своровали, попытались своровать. В общем, следите за своими сумками и карманами. Следующая очень распространенная такая схема выманивания денег, это, я ее назову, подпишите бумажку. То есть, когда вы гуляете в каком-то туристическом месте, к вам вдруг подбегают какие-то странного вида женщины, и начинают просить вас подписать бумажку, ну, якобы, возможно, связанную как-то с благотворительностью или еще с чем-то. По-моему, они даже не объясняют, зачем это все нужно, потому что туристы просто не понимают и подписывают. И потом у них начинают вымогать деньги. Конечно, никто на вас, скажем так, не нападет, не атакует вас, если вы откажетесь дать деньги. Но зачем вам эта неприятная ситуация, вот эти вот разговоры, какие-то общения с какими-то непонятными людьми, тем более вы оставили где-то свою подпись, непонятно вообще под чем. В общем, на всякий случай лучше просто, если вам протягивают какой-то листочек, бумажку, неважно, даже если это какая-то благотворительная организация, то есть вы видите человек, например, в футболке с символикой или что-то еще такое, на всякий случай лучше скажите, что нет, спасибо, и пройдите дальше. Ваша карма от этого не пострадает, а вот кошелек и настроение сохранится в целости и сохранности. Следующая схема – это попрошайки. Конечно же, их очень-очень много, я думаю, что вы все, может быть, слышали, даже те, кто не был в Париже, слышали о том, что даже в метро очень много попрошаек, и вот ко многим попрошайкам я отношусь немножко скептически, сейчас объясню почему. Дело не в том, что я не хочу помогать людям или что-то такое, нет, просто очень часто были такие ситуации, что мы, например, шли мимо человека, он просил деньги, и в это время доставал телефон, при этом это был не какой-то, знаете, занюханный там какой-то телефон, который можно купить за 2 евро, нет, да, возможно, окей, сворованный, но какой-нибудь айфон последней модели, но просто понимаете, если у человека нет денег на хлеб, элементарно на жилье, я думаю, что он этот айфон постарается продать, а не будет и сидеть по нему строчить где-то в социальных сетях какие-то заметочки. В общем, думайте сами, решайте сами, но вот вам информация, скажем так, для размышления, если вы собираетесь в Париж и будете думать, кому давать деньги. Следующий пункт связан с такси, и этот совет поможет вам как сэкономить деньги, так сэкономить тоже и время. Дело в том, что я не советую брать такси, потому что, ну, очень часто, особенно туристов, они возят кругами, естественно, и счетчик мотает, 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 поэтому, в общем, чтобы избежать этой ситуации, либо не берите такси, либо берите какие-то, скажем так, службы вроде Uber, в которые, если что, можно подать жалобу, если вдруг вас возили кругами, и тогда вам вернут деньги. Но не берите, пожалуйста, таксистов, которые вот просто, хоть и официальные таксисты, но, ну, в общем, каждый зарабатывает деньги как может, как умеет, с определенным своим каким-то понятием честности. Очень часто, к сожалению, таксисты этой честностью не отличаются, и поэтому, да, лучше вот избегайте таких ситуаций. И последний совет касается тех, кто собирается пойти по музеям. Посмотрите, пожалуйста, заранее все-таки работают ли музеи в тот день, в который вы собирались их посетить, потому что, если вы заранее составите программу, и там вдруг будет, например, понедельник или вторник, в который вы собираетесь пойти в музей, может возникнуть такая ситуация, что музей в этот день закрыт, потому что, да, к сожалению, вот многие музеи именно по понедельникам и вторникам закрываются, поэтому на всякий случай либо не планируйте на эти дни музеев, либо проверьте, какие из них открыты, какие из них закрыты, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, приехав куда-то и просто уткнуться в буквально закрытые ворота. Ну что, на сегодня это все. Подошел к концу список тех вещей, которых я смогла вспомнить, которые вам помогут избежать каких-то не очень приятных ситуаций, может быть, даже каких-то не очень легальных ситуаций. Я надеюсь, что это видео было вам интересно, может быть, кому-то окажется полезным. Если вдруг у вас есть какие-то еще идеи, советы, то обязательно оставляйте их внизу в комментариях, потому что вдруг они кому-то тоже действительно помогут, может быть, и мне, кто его знает. Ну а мы с вами увидимся в новых видео совсем скоро на этом же канале и пока-пока!